внедрением программы лояльности UDS и являюсь членом департамента развития по продукту. Давайте с вами дружить, внизу мои контакты, подписывайтесь в инстаграм. Так, сегодня я расскажу вам на примере, как мы внедрили программу лояльности на оптомойке премиум класса. Несколько слов о данном заведении. Мойка находится в Подмосковье, город Домодедово, занимаются удалением вмятин, малярные работы, нанесение керамических покрытий, полировка ЛКП, детеллинг, мойка. Особенность данной мойки в том, что там один пост, поэтому нет потока и делается упор именно на качество оказываемых услуг и индивидуальном подходе к каждому клиенту. Знаете, перед запуском системы на установочной встрече мы с предпринимателем затронулись владельцем, затронулись болевые точки бизнеса. И как сегодня было уже много сказано про прямые скидки, при открытии оптомойки было очень большое количество роздано именно скидочных карт, которые впоследствии через год привели к следующей ситуации, что практически каждый второй клиент, который приходил, он показывал свою скидку, ну и соответственно заведение недозарабатывало. Второй момент это контроль денежных средств, которые поступают в кассу. И третий момент это отсутствие инструмента, который позволил бы держать клиентов в инфополе и работать на возвращаемость клиентов. Первая задача внедрения была поставлена, это автоматическая оцифровка клиентской базы. Как я ранее сказал, то есть были до запуска UDS розданы пластиковые карты, то есть это работало следующим образом. Клиент приехал, ему соответственно выдали эту карточку, он заполнил анкетку. Данные были здесь зачастую указаны неправильные, номер телефона некорректный, человеческий фактор, какие-то анкетки терялись. Клиенты эти карты забывали и в дальнейшем было очень трудно работать с этой клиентской базой на возвращаемость. Ввиду этого, когда мы запускали систему, мы провели брендирование заведения, то есть мы создали тейбл-тенты, наклейки и повесили их в точках касания с клиентом. В дальнейшем мы обучили сотрудников и начали постепенное подключение новых клиентов. Изначально, конечно, у нас было сопротивление со стороны персонала, поэтому мы разработали для них мотивацию и за каждого подключенного в виде премии мы дополнительно им фиксированную плату начисляли. 50 рублей за каждого подключенного клиента. На текущий момент используется программа «Три года». В клиентской базе у нас 1800 клиентов. Мы видим портрет нашего клиента, то есть мужчины, женщины, средний чек. Мы видим количество баллов на руках, которые у клиентов. И также мы видим то, что всего 60 было человек проведено по номеру телефона. На сегодняшний день 70% оплат проходит именно через UDS. Здесь есть задача и стремимся, чтобы полностью оборот мойки он проходил именно через программу лояльности. Недавно, около месяца назад, кстати, был звонок от управляющего этой мойки с историей забавной про клиента, который с кнопочным телефоном никак не мог скачать приложение, чтобы воспользоваться баллами. Впоследствии, после длительного накопления баллов, он съездил в магазин, купил телефон и теперь с удовольствием накапливает и списывает баллы. Источники трафика. Когда мы забрендировали наше заведение, мы не только в офлайн-точке разместили информацию, но также и забрендировали Инстаграм. И любой вид рекламы, который использовался в заведении, мы дополнительно ставили на них QR-коды и промокоды, что нам дало понимание, кто откуда приходит и какую выручку принесли нам определенные рекламные компании. Вот на примере из UDS App, это код, который в агрегаторе UDS. У нас в клиентской базе дополнительно оцифровано 200 человек, из которых 80 человек приехали, воспользовались нашими услугами. Дополнительная выручка 400 тысяч рублей. Вторая задача внедрения – это переход от прямой скидки именно на кэшбэк. Годовые затраты в данном бизнесе на скидку составляли 500 тысяч рублей. Поэтому была очень важная задача именно уйти от прямой скидки и перевести клиентов на электронные карты, на бонусы. Для этого мы разработали бонусную систему, накопительную. Всем подключенным клиентам мы выдаем электронную карту и 5% возвращаем им баллами. При суммарной оплате на 30 тысяч рублей клиент автоматом переходит на 7% и далее по нарастающей до 15%. Здесь у нас были подводные камни, ввиду того, что не все клиенты изначально хотели переходить, отдавать свои скидочные карты и уходить на электронные. Поэтому мы тем клиентам, у которых было 10%, мы им дополнительно 500 баллов начисляли на электронный счет, у которых клиентов было 15%, мы им начисляли 1000 баллов. И они в моменте сразу могли ими воспользоваться. Переход на электронные бонусные карты дал нам возможность уже работать по-другому с клиентом, потому что независимо до пандемии, после пандемии клиент всегда приезжал, он показывал свою скидку и тем самым заведение не дозарабатывало. После перехода на электронные карты ситуация изменилась. В момент проведения оплаты сотрудник-администратор всегда видит, какое количество баллов накоплено у клиентов. И здесь есть уже возможность этого клиента перенаправить либо на сопутствующие товары, либо на те услуги, где, соответственно, высокая маржинальность. Путем этих действий у нас получилось сократить фактическую скидку в три раза. Благодаря нашим оцифрованным рекламным компаниям у нас сложилась полная картинка, кто откуда к нам приходит, ну и, соответственно, откуда к нам приходят деньги в бизнес. Поэтому мы, проанализировав эту ситуацию, приняли решение усиливать сильные. И мы начали вознаграждать наших клиентов за их эффективные рекомендации. Для этого мы создали бонусную программу реферальную. 7% мы начисляли нашим клиентам за их эффективные рекомендации. И единоразово после эффективной рекомендации, когда друг приехал по рекомендации, помыл машину, мы начисляли 300 баллов. Ранее работала акция «Приведи друга», но она работала очень неудобным способом для клиентов. Мне необходимо было привести друга, помыть машину, получить 20% скидку. Естественно, когда мы показали клиентам то, что они могут просто в приложении нажимать одну кнопку, скидывать ссылку своим друзьям, знакомым, и в дальнейшем получать уже баллы с каждой их покупки электронно, то это упростило весь процесс и позволило нам разжечь сарафанное радио. За три года использования программы сарафанка ушла до восьмого уровня, причем на седьмом уровне совершаются покупки. Суммарно со второго по седьмой уровень дополнительно в кассу автомоечный комплекс получил более полутора миллионов рублей. Очень интересно, кстати, наблюдать ситуацию, когда бизнес закрыт, а в личном кабинете в CRM приходят сообщения о новых клиентах. То есть кто-то добавляется из Инстаграма, кто-то напрямую из приложения, кто-то по рекомендации друга. И таким образом оцифрованная клиентская база дала нам возможность коммуницировать, начать общаться с нашими клиентами. Один раз на промежутке две-три недели мы направляем пуш-уведомления. Пуш-уведомления, в которых есть красочная картинка, описание в тысячу символов. Естественно, очень важный момент по контролю сотрудников, сбору обратной связи. У нас оценка 5 из 5. Каждый клиент, который совершает покупку, используя программу лодиальности, ему приходит уведомление, где он может оценить обслуживание. И здесь же мы настроили дополнительный функционал. Можно оставить электронные чавы, которые мы в дальнейшем передаем мойщикам. Ну и вишенка на торте. После запуска всех этих процессов мы начали партнериться и дружить с заведениями для перекрестной рекламы. На текущий момент мы используем электронные сертификаты как добавочную стоимость. Как это работает? Клиент совершает у нас покупку. У него уже скачаны мобильные приложения. И в электронном формате приходят сразу 3 сертификата от наших партнеров. Barbershop, стоматология, где суммарная сумма около 1500 рублей. Также мы осуществляли перекрестное опыление клиентских баз с другими заведениями, когда направляли пуш-уведомления с активной ссылкой. Если клиенту интересное это заведение, он просто автоматически нажимал на эту кнопочку и уходил к нам в клиентскую базу. Дополнительно мы используем такой инструмент как автоответы. Мы настроились следующим образом, что клиент, который ставит нам оценку 5 звезд, мы ему направляем сообщение с активными ссылками и бонусными картами от наших партнеров. И подведем итог. То есть сэкономил, значит заработал. Экономия от использования программы лояльности UDS на выпуске электронных карт составила 36 тысяч рублей. На информирование клиентской базы более 200 тысяч рублей. Покупки клиентов, пришедших по рекомендации, более полутора миллионов рублей со второго уровня. Из приложения у нас дополнительная выручка 400 тысяч рублей и фактические затраты на маркетинг составляют всего 8%. То есть экономическая выгода от использования более 2 миллионов рублей. Друзья, спасибо за внимание. Если остались какие-то вопросы, то с удовольствием отвечу. Если кому-то нужна презентация, то подписывайтесь в Инстаграм. Направлю вам... Спасибо. 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 Спасибо.